Это Вести без Киселева, наш совместный проект реальной журналистики и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Сбер, который больше не банк, запустил на ютубе канал Активный возраст, где рассказывает, как развлекаются российские пенсионеры. Здравствуйте, мои дорогие, сторонники Активного возраста. С вами Татьяна Лукьянова и мое еженедельное шоу о современных пенсионерах. И вот что удивительно, канал быстро вышел в топ, за несколько дней набирает тысячи просмотров, но среди них одни дизлайки. Помимо этого, канал намеренно отключил комментарии. Почему, спросите вы? Пододвигайтесь ближе, я расскажу. А точнее, покажу. Правильно питаться надо всегда, на самом деле. Я считаю, что во всем нужна мера. Если вы мясоед, если вы в день съедаете по стейку, если вы без шашлыка жить не можете, замечательно, прекрасно. Но давайте немножко уменьшим порции. Вы что, серьезно? Вы правда считаете, что пенсионеры знают, что такое стейк? И что без меры едят шашлыки на завтрак, обед и ужин? Вы в каком мире живете? В том же, где и я? Ну-ка посмотрим, что у них сейчас в меню. Что там, Семен? Звук бутылок был. Люди там, бабушка пенсионерка. Но, друзья, с шашлыками дело не обошлось. Далее началось самое интересное. Давайте мы сегодня сделаем с вами салат, который я бы рекомендовал людям серьезного возраста. Хотя совершенно спокойно могут есть и молодежь, пожалуйста. Все очень вкусно. Итак, уважаемые пенсионеры, записывайте рецепт. Семга слабосоленая, салат листовой, каперсы, оливки, бальзамический уксус, оливковое масло. Продолжать? Или вы уже наелись? Например, враньем с экрана телевизора о том, что пенсионеры в России живут очень даже неплохо. Что могут позволить себе откладывать на хрустальный ларец, предзаказ на который уже начался. И тем, что, например, бабульки, продающие старые книги, шерстяные носки или герань, делают это, чтобы дышать свежим воздухом. А не потому, что пенсии в 9 тысяч не хватило на еду и коммуналку. А вы про семгу и каперсы? Наверняка это очень вкусно, полезно и красиво. Наверняка. Но российские пенсионеры этого не узнают. Тогда вопрос, кто целевая аудитория этой программы? Зачем она существует? И какую цель преследуют? Подозреваю, что пенсионерки Матвиенко и Памфилова в представлении данных салатов не нуждаются. А остальные люди пенсионного возраста в большинстве своем получают пенсии на Сберовскую карту. А значит, не знать уровень доходов старшего поколения банк ну просто не может. Вот и получается, что это какой-то очередной троллинг пенсионеров в России. То уменьшите порцию стейка, то ешьте устрицы от ковид-19. И чтец, и жнец, и надуде, и грец, и только на своем посту не спец. Роскосмос, который не так давно впал в немилость главы государства по поводу срыва сроков реализации космических проектов, вновь отличился. На сайте госкорпорации открылся раздел с песнями генерального директора. Там Рогозин представил общественности стихи собственного сочинения. Я напомню, Рогозин это тот тип, который летом этого года предложил украшать российские ракеты хохломой и гжелью. Вспомнили, да? Юра, прости, но никто даже и представить себе не мог, что освоение космоса в 61-м закончится песнями о космосе в 2020. А что вы, собственно, хотели? Журналист, коим по образованию является Рогозин, это творческая профессия. Поискал человек себя в публицистике? Не нашел. Полетел искать в космосе? Но и тут что-то пошло не так. Я бы в тамады пошел. Пусть меня научат. Вот и начало положено. А там, глядишь, станет и заслуженным артистом России, или почетным академиком Российской академии искусств. Может, мы, конечно, чего-то не знаем, а дорога к Марсу действительно вымощена песнями и плясками? А Нового года не будет? Я мороз, красный нос, с белой бородою. Ущипны? Тогда слез. Не шути со мной. Я никак. Вы вроде бы уже взрослый, а ведете себя как дурак. Вот так вот грустно и покачиваясь на деревянной лошадке, нам предлагают встретить Новый год правительство Москвы. Частичный локдаун, введенный с 13 ноября по 15 января, распространится и на заведение общественного питания в новогоднюю ночь. Ну оно и понятно. Мафия засыпает, вирус просыпается. Также вводится дистанционка для студентов вузов и колледжей. Накладывается мораторий на проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий. Не долг тот час, когда подобные ограничительные меры будут введены и в регионах. Вот и получается. Медицину разлили не мы. Маркировку на лекарства, которые теперь не купить, ввели не мы. К обнищанию страну привели не мы. А пожинать результат чужих трудов все равно приходится нам. Так что, друзья, 2020 не закончится даже в январе 2021-го. Нельзя соблюдать меру, не зная ее размеров. Знаменитый доктор Мясников на этой неделе на всю страну обвинил россиян в разорении медицины. Заболела голова компьютерная томография, заколола в боку ультразвук. И потом, а потом мы находим кисту, геморгиому, камень и так далее, и так далее. Потом мы наношаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать. Потому что вот эти самые находки неясной клинической значимости просто озаряют нашу медицину. И потом будет ситуация, когда мы видим, что во многих местах не хватает самого необходимого, а потому и не хватает, что мы тратим деньги зря, а там, куда надо потратить, у нас уже и не хватает. Ну, то есть это мы виноваты в том, что болеем, а лечить нас некому. Мы, люди, которые 5% своей зарплаты перечисляем в фонд ОМС, и при этом все обследования делаем за собственные деньги. Да потому что очередь на то же УЗИ надо занимать за месяц, а то и за два. Да потому что очередь к базовому терапевту настолько громадная, что думаешь, прокашляюсь дома. А у неврологов вы давно были? Спрос на узких специалистов просто, ну, поражает. Так что, россияне, хватит жить в своей стране и еще чего-то хотеть. Че он живет в своей стране и еще что-то хочет? Ну, так все и получилось. Хватит обращаться в больницы, хватит разорять медицину, а то бедным олигархам и чиновникам койки в российских больницах не хватает. Приходится уезжать лечиться за границу, а вы все придумываете себе болезни и придумываете. Все ходите по больницам и ходите, а потом еще и жалуетесь, что в очереди Сечина не встретили, с которым можно было бы отметить День народного единства. Так, дорогие мои, ему просто талона в больницу не досталось, а не то, что вы там себе напридумывали. А если серьезно, друзья, коллапс современной медицины – это результат российской оптимизации. И то, что нам с вами хотят привить чувство вины за очереди и нехватку места – это просто чей-то очередной пиар. Не удивлюсь, если завтра увижу Мясникова на стуле министра здравоохранения. Уж слишком он пластичный. И нашим, и вашим. Главное – успеть переобуться на лету. Да вы, батенька, олигарх! На этой неделе стало известно, что еще в середине сентября Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок и недостроенный дом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Эту новость тут же подхватили федеральные СМИ и закинули ее в массы под видом «А откуда у чиновника поместье?» Это как в анекдоте. И сколько же крепостных душ вы имеете? Ммм, крепостных не имею, а вот душ летний поставил. Так вот, аргументация самая, что ни на есть абсурдная. Площадь участка – 2500 квадратных метров. Находится в Подмосковье, значит, уже поместье. Отличный вывод, господа! Вот только вы не учли, что для выводов нужны мозги и достоверная информация. А что из этого есть у вас? Мм? А в ответ тишина. Во-первых, поместье исторически – это земельное владение, предоставляющееся за государственную службу. Дом Фургала – это его личная недвижимость, а не дотация от государства. Не будем забывать, что до губернаторства Фургал был предпринимателем. И ничего удивительного в том, что у него есть дом в Подмосковье, ну как бы нет. Во-вторых, вы этот дом видели? Какое же это поместье? Даже по рамкам среднесостоятельных людей – это просто хороший дом. И не идет ни в какое сравнение с домом, например, того же генерала Золотова. А Золотов, на секундочку, живет на бюджетные деньги, в отличие от Фургала, который по большей части все-таки бизнесмен. И и то не смог заработать на настоящее поместье. А вот эти вот новостные инфоповоды и громкие заголовки типа «Фургал собирался бежать из Хабаровска в Подмосковье» ну вообще поражают воображение своей примитивностью. Не смешно ли, а? Чиновник купил в Подмосковье дом. Все, изменщик родине. А кем тогда назовем московских чиновников, имеющих недвижимость в Болгарии, Чехии, Италии и Великобритании? И это я про простых депутатов. Судя по декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании имеет 26 депутатов Госдумы. Естественно, включая единороссов. Еще 10 чиновников служат в Совете Федерации, а живут и отдыхают в Швейцарии, Германии и других привлекательных местах Европы. Той самой Европы, которую так активно пытаются замазать грязью и не менее активно пытаются заполонить с собой и своей семьей. Так что ваши визги по поводу поместья «Фургала» как минимум безосновательны. А вот откуда у госслужащих дома за границей, так и остается вопросом. Нынешняя организация работы госаппарата способствует, к сожалению, способствует коррупции. Я, честно говоря, был удивлен той смелости, с которой наш президент прямо в зал, где сидели губернаторы, министры, депутаты, прямо в этот зал смело говорил о коррупции. Эта публика встретила это все твердо. Он говорил, в нашей стране процветает коррупция. Они даже вынули блокнот и что-то записали. Действительно, процветает что? Видимо, так записано. Коррупция. Процветает где? В нашей стране? Процветает когда? Сегодня процветает коррупция. Никто не вскочил истерически. Как вы смеете? Почему это? Вот кто? 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 Где?